Вы как здесь оказались? Дело в том, что год назад я написал о Понтии Пилате. Вы писатель? Я мастер. Она своими руками шила ее мне. Она? Каждый раз, когда я ей тугун, я боюсь. Ваша-то как фамилия. У меня нет больше фамилии. Не хочу, чтобы я однажды пришла. Я отказался от нее. Как и вообще от всего в жизни. Так без помощи. Я хочу, чтобы я был для моего любовника. Мастера. И чтобы все стало, как было. Я прошу вернуть нас в подвал на Арбате. Я люблю вас больше жизнью. Слушай, безвучи. А я слушай и наслаждаясь тем, чего тебе никогда не давали в жизни. Тишина. Я люблю тебя. Представьте себе, что шли по Тверской сотни тысяч людей. Наручаюсь вам, что увидела на меня одного. И поглядела не то, что тревожно, а даже как-то болезненно. Меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное, одиночество в ее глазах. Что вы еще любите? Море. Я, правда, там никогда не был. Как вы можете любить то, чего никогда не видели? Вы писатель? Угадали. А вы? Ангел? Ангел. Скорее, ведьма. А что, если я вас сделаю героиней своего рода? И тут я понял, что никто никогда не нравился и никогда не понравится мне, как эта женщина. Я это знал уже в тот же день, когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены и разговаривали так, как будто расстались вчера. Как будто знали друг друга много. Тогда пусть у нее будет любовник, писатель, который пишет ромат про Бонтия Пилата. У меня есть муж. В тот день, когда мы встретились. Я замуж. Взбутывая. Она хотела бы кончить с собой. Хороший писатель. Ей нравится. Улететь бы куда-нибудь. А мой? Туда, где никого не поменять. Нет. Сделать ее несчастной. А сейчас на это я не способен. За мной будет нехорошо. Я не хочу, чтобы вы и Малин вместе со мной. Какая-то причина твоя? Ее полный лишний стеклажа. Завтра утром я буду с тобой. Не сомневайся. Это я. А ты действительно стала похожа на ведьму? Я ведьма. И очень этому рада. Не поварит так, чтобы все столкнуло. Я писал, а она перечитывала написанное. Она, нараспев, громко повторяла отдельные фразы, которые ей нравились. Она сулила славу и подгоняла. И вот тут ты стала называть меня мастером. Она говорила, что в этом романе вся ее жизнь. Мы любили друг друга так крепко, что стали совершенно неразлучны. Мы были уверены, что столкнула нас на углу Тверской сама судьба и что созданы друг для друга навек.